С Москвой Со строительством московского метрополитена Связана вся жизнь этого человека Уже не счесть, сколько подземных трасс проложил он по столице Александр Сергеевич Суханов Бригадир проходчиков, герой социалистического труда Выступая на съезде нашей партии, я говорил о том, что московскому метрострою предстоит построить 34 километра линии метрополитена в Москве Но жизнь вносит свои коррективы И поэтому сейчас московскому метрострою предстоит 12-й пятилетке построить 45 километров линии метрополитена и соорудить 24 станции Это очень большая программа По всем нормативам Люблинская линия должна была строиться в течение 8 лет Но вот жизнь подсказывает, что надо вести ускорение И вот нам предстоит построить ее в течение 4 лет Это очень сложно и очень трудно Но мы, конечно, постараемся выполнить то, что от нас зависит Но сейчас какие у нас трудности? Большие трудности с обеспечением тюбингами, строительными материалами, пеленом лесом Только мощный рывок в прокладке новых линий метро поможет решить транспортную проблему в столице На счету каждая минута рабочего времени И потому столь наступательны были Суханов и его товарищи Когда к ним за бой спустился первый заместитель министра транспортного строительства СССР Олег Николаевич Макаров В 6 часов утра добрали породов А тюбинги получили к 9 часам Вот и получается, что с 6 до 9 3 часа люди простояли А то бы они могли и замкнуть два кольца, и взорвать еще Значит, в этом году мост метрострой получает 33 тысячи тонн чугунных тюбингов Ну, этого, в общем-то, хватает для того, чтобы выполнить план Но, конечно, этого явно мало Для того, чтобы реализовать ту программу по вводу 45 километров метро Потребуется, конечно, резкое увеличение выпуска чугунных тюбингов Ну, можно надеяться на то, что у нас отбойные молотки уйдут в прошлое? Совсем в прошлое они в обозримое будущее не уйдут Ну, мы и не надеемся, конечно, на это В этом году, в будущем году будете получать эти Значит, за два года получите 2400 молотков Сейчас мы начинаем внедрение нового отбойного молотка Молоток будет более производительным У него будет меньше отдачи То есть, направленный одновременно на то, чтобы сохранить здоровье рабочего Ну, ликвидировать эвакуационные болезни И мы, значит, в 88-м году на этом заводе пустим линию по производству 20 тысяч отбойных молоток, вот Допустим, наберем мы молодежь, да? Да Вот, а сами в полную силу мы фактически не работаем Вот как быть? И они на другой день не разведутся Прав Суханов Падает престиж метростроевцев Бесконечный простой, тяжелый ручной труд Отстает наука, подводит производственная база Только начинают перестраиваться Но в чем-то и самим метростроевцам пора переходить от претензий к делу Давно пора былую славу метростроевцам вернуть надо, вернуть Замечание правильное, но я должен сказать, что Ваша слава на сегодня в основном в ваших руках Главка, министерство со своей стороны Все, что вам нужно, я имею ввиду машины, механизмы, материальные ресурсы Конструкции, материалы, полностью все обеспечивают В течение пятилетки выделяется мост метрострою 320 тысяч квадратных метров жилья В том числе 70 тысяч общежитий Это такого количества мост метрострой никогда не получал Но в то же время вызывает недоумение При всем, при том, плохо выполняется план по собственному строительству Это УПЦ, например, ваш Строите уже давно Долго строят Долго строят Высотное здание, в хорошем месте дали Ну мало кто имеет такие, из московских строителей Чтобы там был и общежитие, понимаете И вот учебный центр, и спортивный комплекс, и так далее И тем не менее, как это ни удивительно Почему-то строится он плохо, долго строит То есть вот последний срок ввода его принят в 88-м году Здесь уже вопрос от решения зависит, ну только от вата в метростроице Да ни от кого больше Общее дело, общая ответственность И министра, и рабочего Каждый должен прибавить в работе Каждый на своем месте стать полновластным, рачительным хозяином В этом суд перестройки